Поход римского полководца и правителя Гая Юлия Цезаря против Парфиан Исаков не является некой виртуальной реальностью. Это один из эпизодов, который мог бы произойти и вписать в историю новую страницу. Но это не произошло по причине смерти Цезаря. Но о подготовке этого похода писал римский историк Плутарх. Он описал в своем произведении, что римский правитель планировал сокрушить Парфию, пройти через ее земли и вторгнуться во владение Исаков, а оттуда пройти через Северное Причерноморье в земли германцев. Сегодня в нашем материале мы разберем, в действительности ли Цезарь готовил этот поход и какие цели он ставил. Об этих планах Цезаря писал только Плутарх. Он указывал, что тот планировал большой поход против Парфиан, чтобы отомстить за поражение римской армии во главе с Марком Лицынием Красом, который погиб в битве при Карах. Помимо мести, римляне хотели вытеснить Парфиан из ближневосточных владений. Парфианское государство было одним из яростных конкурентов Рима в Восточном Средиземноморье. Войны между двумя противниками с интервалами происходили на протяжении 300 лет, но ни одна из сторон не смогла добиться стратегического перевеса. Несмотря на серию походов в Месопотамию, в рамках которого самым знаменитым был поход императора Трояна, дошедшего до Персидского залива, римляне не смогли распространить свою власть дальше Северной Месопотамии. Парфяне были грозной военной силой, которые сдержали экспансию Рима на Ближний Восток. Цезарь после того, как завоевал Галию и победоносно завершил гражданскую войну, разбив своих оппонентов-республиканцев, обратил свои взоры на окраины римских владений, где было не так спокойно. На Востоке после поражения Краса создалась угроза захвата Парфянами подконтрольных Риму территорий в Сирии, Палестине и в Малой Азии. Кроме того, неспокойно было и на Балканском полуострове, где за Дунаем усилились племена даков и гетов, угрожавших балканским владением Рима. Поэтому, когда Цезарь консолидировал свою власть, он должен был устранить эти внешние угрозы и обезопасить границы Рима. Многие римские авторы описывали Цезаря как человека амбициозного и честолюбивого, который мечтал совершить деяния, подобные Александру Македонскому. Он считал, что поход против Парфян принесет ему славу, какая была у Александра Великого. Согласно сообщениям Плутарха, Цезарь планировал взять с собой против Парфян равное количество пехоты, конницы и лучников, чтобы эффективно противодействовать конной тактике Парфянской армии. К началу 44 года до н.э. Цезарь начал мобилизацию и собрал около 60 тысяч воинов, часть из них он отправил в Македонию для обучения. Цезарь планировал выступить в поход 18 марта 44 года до н.э., но за три дня до этого он был убит. Эта военная кампания по замыслу римского правителя должна была длиться не менее трех лет. После того, как Парфяне были бы повержены, Цезарь планировал обойти Каспийское море и вторгнуться в земли Саков, а затем выйти к Северному Причерноморью и оттуда спуститься в долину Дуная. После чего он планировал пройти вдоль Дуная к истокам Рейна, где проживали германские племена. Обозначив свою власть в землях германцев, он в дальнейшем бы возвратился в Италию. Этот поход должен был сравниться с походом Александра Македонского в Азию, ведь он был кумиром для Цезаря и это превратило бы Рим в сверхдержаву того времени. Естественно, если бы такой поход состоялся и если бы Парфяне были бы разбиты, вряд ли бы Цезарь смог пройти через современные степи Казахстана и Северного Причерноморья. Даже Александр Македонский не отважился совершить поход против Саков. Он повернул свою армию, когда на третий день преследования Сакской армии понял, что те завлекают его вглубь своих степных владений, где без мобильной конницы невозможно было бы выжить. Теперь рассмотрим возможный маршрут Цезаря, если бы он совершил такой поход, попутно разгромив Парфян. Ядро Парфянского царства находилось на территории Южной Туркмении и Северо-Восточного Ирана. В Средневековье этот регион получил название Хоросан. Логично предположить, что целью Цезаря был бы полный разгром Парфянского государства. При этом маршрут в отдаленные районы Парфии был известен античным географом. Именно по этому маршруту двигались войска Александра Македонского. С территории Парфии Цезарь мог планировать двигаться вокруг Каспийского моря, но в ту эпоху греческие и римские авторы имели отдаленные знания о географии современной Центральной Азии. Они считали, что Аральское и Каспийское море были единым водоемом. Поэтому в античных источниках и на древних картах той эпохи Аральского моря нет. Кроме того, греческие, а затем римские географы считали, что Цердарья впадает в Каспий. Более того, не имея подробной информации об этом регионе, некоторые авторы считали, что Цердарья и современный Дон – это одна и та же река. Поэтому можно часто увидеть в древних текстах, что эти реки обозначались одним названием – Танаис. Кроме того, в представлении некоторых античных географов и историков, Цердарья текла на север и на окраине земли поворачивала на юг и уже становилась известной как река Дон – Танаис, впадая в Черное море. Возможно, что Цезарь планировал пройти вдоль Цердарьи Танаиса, намереваясь достичь земли скифов при Черноморье, а оттуда дойти со своей армией до Дуная. Плутарх указывал, что скифы должны были стать следующей целью после Парфиан. В то время саки или по-гречески скифы в глазах античных авторов были некой могучей, чуть ли не сверхъестественной силой, о покорении которых мечтали многие полководцы и правители. Кроме указанного маршрута, Цезарь мог бы пройти и через территорию Кавказа и выйти к Северному Причерноморью. Конечно, все эти планы были неосуществимы, так как пройти огромные степные просторы для сухопутной армии, не имевшей большого количества конницы и не располагавшей знаниями о географии местности, было нереальной задачей. В пути римская армия могла бы просто заблудиться, как это произошло с персами, которых увлек в пустынную местность сакский герой Ширак, или она попросту вымерла бы из-за отсутствия воды. Здесь можно вспомнить поход персидского царя Дария против Причерноморских скифов. И этот поход закончился для него поражением, так как саки отступали, завлекая персов вглубь степей и параллельно уничтожали источники с водой, нанося мобильные удары своей конницы. Но перед тем, как попасть в земли саков, римляне должны были вначале испытать на себе всю мощь парфянской армии, которая была грозной силой. Как ни старались римляне, в последующие столетия они не смогли сломать сопротивление парфян, и дальше современного иранского Азербайджана и Персидского залива не смогли продвинуться вглубь Азии. Тем не менее, Цезарь во время подготовки этого похода был убит заговорщиками, и Рим снова погрузился в пучину гражданской войны. В итоге мы не знаем, как бы сложилась дальнейшая судьба Цезаря и его авантюрного похода, если бы он решился на такой смелый поступок. В чем-то он повторил судьбу Александра Македонского, кто тоже планировал перед своей смертью грандиозную военную кампанию в Северную Африку для покорения Карфагена, с дальнейшей переброской своих войск в Италию. Его ранняя смерть нарушила все эти планы, а его наследники начали междоусобные войны и растащили на мелкие куски его империю. А современные историки, анализируя сообщения Плутарха, скептически отнеслись к этим сообщениям. Некоторые из ученых считали, что Цезарь вряд ли бы отважился на такой опасный поход, и скорее всего, организовал бы локальные войны для противодействия парфянам на Ближнем Востоке и отдельно на Балканах, против Даков, не заходя вглубь Азии. Такую политику как раз и проводили преемники Цезаря. В частности, военные действия в пределах только Ближнего Востока вели Марк Антоний и Октавиан Август. Они и добились определенного паритета сил между Римом и Парфией, обозначив границу между двумя державами по реке Ефрат. Продолжение следует...